В кабинете министров работают над планом экономического развития. С его помощью будут исполнены поручения президента, данные во время расширенного заседания правительства. Как отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, предложено создать рабочую группу под председательством премьера и в ее составе определить 10 подгрупп. Они охватят все инициативы главы государства. Первые руководители госорганов будут возглавлять работу подгрупп и нести персональную ответственность. По налоговой бюджетной политике, за которую будет отвечать Министерство национальной экономики, выработают меры, позволяющие обеспечить стабильность государственного бюджета. До 1 июля планируют внести изменения в бюджетный кодекс по закреплению контр-цикличных бюджетных правил. Национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка должны поработать над тем, чтобы рост инфляции не превышал рост экономики. Также Национальный банк презентует проект по внедрению национальной платежной системы. Это произойдет, по словам Ерболата Дасаева, до конца октября. Также озвучены планы по всем другим поручениям, в том числе сокращению непродуктивных бюджетных расходов. Всего по подсчетам членов правительства Касым Жумартакаев озвучил 80 инициатив. План экономического развития будет принят до 15 мая. В него войдут основные меры, разработанные рабочей группой. Каждый центральный и местный государственный орган примут активное участие. Для содержательной проработки проект плана будет вынесен на широкое обсуждение с экспертным сообществом. Рабочим органам предлагается определить Министерство национальной экономики. Министерство национальной экономики представило комплекс мер по реализации поручений главы государства. Определены ответственные и сроки исполнения. Теперь необходимо организовать слаженную работу. Все поставленные президентом задачи должны быть четко исполнены. Первые руководители государственных органов несут персональную ответственность. Адресную социальную помощь нового формата получат 800 семей Таласского района Жамбылской области. Это позволит выявить нуждающихся в пособиях и сформировать отдельный статус для многодетных матерей. Также предусмотрено трудоустройство всех членов семьи. На эти цели из районного бюджета выделили 591 миллион тенге. По новым правилам гарантированное пособие получат семьи, воспитывающие четырех и более детей. Его размер зависит от того, сколько несовершеннолетних в семье. На каждого ребенка государство выплачивает по 10 625 тенге. При этом доход семьи не учитывается. Предусмотрена не только финансовая поддержка, но и трудоустройство. При этом трудоспособные обязательно должны работать. С января этого года всех трудоспособных, совершеннолетних и не достигших пенсионного возраста членов семьи будем охватывать мерами занятости с учетом их постоянного места жительства и профессиональной квалификации. А в случае отказа от трудоустройства адресная социальная помощь семье выплачиваться не будет. Проблемы развития аграрно-промышленного комплекса Витебской области выносили на обсуждение на уровне президента в ноябре. Тогда глава государства дал участникам совещания поручения для улучшения ситуации и наметил ключевые вопросы, которые необходимо решить. На совещании в ноябре было рассмотрено предложение создать в Витебской области суперкрупный холдинг. Но Александр Лукашенко потребовал правильно развивать те интеграционные структуры, которые уже есть. Также белорусский лидер предлагал рассмотреть возможность приватизации продажи инвесторам хозяйств, которые не способны самостоятельно эффективно работать. Александр Лукашенко подвел итоги совещания по повышению эффективности работы предприятия ПК Витебской области. Глава государства поручил доработать указ, который способствует развитию агропромышленного комплекса региона. По словам президента, Витебскую область необходимо расшевелить. Не думаю, что в Гомельской области и половине Могилевской области эти проблемы отсутствуют. В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то мы просто потратим напрасно время. Мы давно говорили о том, что нам надо Витебскую область существенно в сельском хозяйстве модернизировать. Но ни одно из правительств дальше разговору не прошло. Модернизация должна быть по главному направлению. Что будем возделывать в Витебской области в зоне не просто рискованного, а критического земледелия? Но главное, что сделано правильно в Витебской области, что мы пошли от потребностей, от переработчиков. Молоко и мясо включили в эти холдинги, колхозы, совхозы. Вот, пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. И если они не понимают сколько, доведите на них, как в советские времена, задания, планы. Но планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги. Осознанный выбор. В школах Кыргызстана ученики могут посещать дополнительные предметы, которые нужны им для поступления в ВУЗы. Правда, это не отменяет и не сокращает обязательную программу. По статистике последних двух лет, 3% экономически активного населения Кыргызстана – безработные. Учителя уверены, одна из главных причин этого – неправильный выбор будущей профессии. Иногда ученик уходит из школы после девятого класса и не продолжает образование. Этот вопрос также решают на уроках профориентации. Уроки проходят раз в неделю. Для каждой группы свое расписание. Но экскурсии в ВУЗы, на предприятии и заводы ребята посещают всем классом. В пилотном проекте участвуют по две школы от каждого региона Кыргызстана. Если результаты себя оправдают, то такую профориентацию ведут повсеместно. После девятого класса у нас большое количество детей не идет в десятый класс. И мы теряем где-то около 8-13 тысяч детей. Поэтому мы хотели бы, чтобы они нашли свою карьеру, свою какую-то профессию после девятого класса. Либо они выбирают колледж, либо лицей, либо продолжают обучаться в десятых-одиннадцатых классах. Авиастроительная корпорация Airbus объявила, что ей удалось достигнуть принципиальной договоренности с властями Франции, Великобритании и США, касающейся расследований в отношении европейского авиаконцерна. Теперь сделки должны быть подтверждены соответствующими ведомствами. Эти соглашения заключены в контексте расследований по обвинениям во взяточничестве и коррупции, а также в соответствии с правилами США о международной торговле оружием, указывается в заявлении компании. Детали не раскрываются, однако аналитики полагают, что Airbus может выплатить штрафы на общую сумму, превышающую 3 миллиарда евро. Дела о коррупции, которые длятся уже несколько лет, а в основном касаются использования корпораций посредников или консультантов при заключении гражданских и военных контрактов, о которых необходимо было уведомить государственное агентство, предоставляющее госгарантии. Римский аэропорт Фьюмичино стал первым в мире международной воздушной гаванью, где тестируют новое покрытие для взлетно-посадочных полос. В материал примешивают графен, а также пластик, который ранее не был предназначен для переработки. Создатели покрытия говорят, что оно долговечнее, чем асфальт, а еще более экологичное, поскольку на 100% подходит для переработки. Покрытие тестируют с декабря в районе одной из самых загруженных взлетно-посадочных полос. На участке разворачиваются заправленные под завязку тяжелые самолеты, такие как Boeing 777 и Airbus A380. Покрытие стоит дороже обычного асфальта, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе оно позволит сэкономить. В прошлом году пассажиропоток в аэропорту Фьюмичино достиг 40 миллионов человек. Если тесты будут успешными, такое покрытие появится на всех взлетно-посадочных полосах гавани. На начало испытаний в аэропорту покрытие три раза тестировали в лабораторных условиях. Кроме того, более года назад его также положили на участок оживленной дороги. Во всех случаях результаты были отличными. У аэропорту Фьюмичино тесты продлятся еще год. Если испытания пройдут успешно, то появится очень много преимуществ в использовании такого материала. Он делает полосу более износоустойчивой и долговечной, требует меньше работ по обслуживанию, меньше материалов для ее создания. В городе Лос-Лянос-Дель-Эспинале, в мексиканском штате Оахака, иссушенные солнцем поля преобразились. Здесь цветут 200 тысяч подсолнухов. Они помогают спасти популяцию пчел. Помимо засухи, пчелам вредит использование пестицидов. В Мексике под угрозой вымирания оказались 2000 видов этих насекомых. Подсолнуховые поля не обрабатывают химией, поэтому у пчел появляется экологически чистая пища. Пчеловоды устанавливают улья примерно в 800 метрах от растений. Подсолнечник родом из Северной и Южной Америки. Некоторые виды растут как сорняк. Подсолнечник одолетний. Выращивают почти по всему миру. Из его семян делают масло, а отходы идут на корм скоту. Подсолнухами также можно удобрять почву. Продолжение следует...